Будем заниматься воспитанием местной фауны Ест с рук Вот у нас помощники на завтрак есть Есть кому вылизывать тарелки Привет! Привет! Не боится, все свои, так что у вас тут есть, покушать Сладкая, сладкая курица Эй! Вот завтрак Дело в том, что в нашей ночлежке выдают порошок для приготовления блинчиков И можешь делать сам блинчики Вот каждое утро у нас начинается с блинчиков и с яичницей Выдают два яйца каждому Вот сейчас поедим Нужно будет постираться Подготовиться к следующим перелетам И ехать дальше Но поскольку у нас сегодня пятый день А пятый день у нас всегда в парках хозяйственных У нас сегодня небольшие постирушки Американцы придумали себе свою какую-то непонятную систему мер и весов Кроме того, такая же неразберика у них с деньгами Вот обычная машинка Нужно постираться Всего нам надо кинуть сюда 3 доллара Но это значит, что нужно кинуть вот такую стопку монет Самая большая ходовая монета в Америке Это 25 центов Как они ее называют? Есть еще 1 доллар и 50 центов Но их нет в ходу Поэтому, чтобы запустить Нужно вот такую стопку денег Нужно набрать 3 доллара Нужно засеять 45 минут На таймере И потом выгружать Сегодня у нас поздний подъем Выписались мы из гостиницы Чекаут Время было в 11 утра По-моему, в 9 с лишним вечера у нас рейс Следующий Поэтому нам нужно гулять И, так сказать, время обливать С утра успели постираться И попытались планировать день Но выяснилось, что мы практически везде уже Все посетили на этом острове Проехали восьмеркой в одну сторону Половиной восьмерки в другую сторону Но, как выясняется, что в нашем случае С нашим темпом 3 полных дня на острове Мауи достаточно Купаться особо не тянет Интересно то, что Это находится где-то в середине Тихого океана Поэтому вода чистейшая Довольно много рыбы Пойдем побродим по парку Какую-то хижину тут разбомбило Ураганом Восстанавливают ее Тут явно что-то китайская А раз китайская Пойдем искать золотых рыбок Страсть как люблю золотых рыбок Написано, что всех рыбок унесло потопом Это тот самый бамбук, который растет в день на 10 сантиметров Представляете, вчера он был на 10 сантиметров меньше Можно удочку из него сделать хорошую Но думаю, что местные не поймут Тем более рыбы нет Всю рыбу смыло ураганом Кстати, вот это кофе растет Не подписано, конечно Но мне кажется, что это кофе Где-то я такое уже видел Не уверен, но по-моему Вот это и есть хлебное дерево Вот из него можно сделать муку И что-нибудь зажарить Но что это за дерево Я говорить не буду Опять куда-то мы собрались Какая-то очень узкая дорога И все время вверх и вверх идет Вот что творится с навигатором Очень резко поменялась и погода, и природа Какие-то елки Интересно, что вокруг эвкалипты растут Где-то вычитали, что в зоопарк тут завезли кенгуру из Австралии Маленьких кенгуру, так называемых в Олобе При очередном извержении вулкана Эти кенгуру разбежались И поселились в лесу Эвкалипты есть Все, что им надо, все есть Так что на Гавайях теперь живут кенгуру Вот такая необычная история Вот забрались на какую-то гору Непонятно, что тут Чуть не застряли Дальше написано, что только на полноприводных машинах Оставили машину Пошли пешком Поскольку очень резко поднялись Наверное, на тысячи две поднялись Меньше То природа из тропической Сразу переросла в такую лесную Очень резкая смена Из тропиков в лес И это тоже Гавайи Похоже на русло ручья какого-то Поскольку тут бывают Проливные дожди тропические Вот тут, наверное, все это истекает В океан Указатель Значит, идем правильной дорогой Должны быть кругом Поросята тут дикие Кабанчики Но что-то никого нет Кроме нас других поросят нет Вот какой-то домик охотничий Полчаса до рассвета И полчаса после заката Можно охотиться Небольшой домик Ну да, охот-хозяйство Лес какой-то интересный Весь рыжий Что это такое с ним? Рыжий мох такой Нет, со всех сторон Вот теперь точно видно Что мы в Америке Их не настоящие Школьные автобусы Переехали на другую часть острова Туда-сюда мотаемся Тут какие-то находятся водопады Но самое интересное Пока что я вижу Это бамбуковые заросли Гораздо толще Чем были утром Толстенные бамбуки Поскольку остров образован Слиянием двух вулканов То все дороги тут Делятся на три вида Первая это в гору В гору и обратно Вторая это по побережью По периметру каждого вулкана И несколько автострад Находятся между вулканами Там же находится Пара городов больших Аэропорт Вот поэтому выбор Направлений Не очень большой Либо в гору и вниз Либо вокруг вулканов По пляжам А вот так называемый Twin Falls То есть водопады-близнецы Можно искупаться Но купаться не тянет Удивительно, что народ Лезет сюда купаться Учитывая, что тут рядом Есть океан Обратите внимание Растет ананас Срезать не будем Еще каких-то тут куча растений Тропики Вот опять какие-то полчаса И мы с горы С такой европейской растительностью Спустились к океану С тропической растительностью А вот бамбук Еще толще Вот это удочки Нифига себе Ну ладно Надо готовиться к перелету Поедем куда-нибудь Перебрать вещи Подготовить машину к сдаче Ну вот, наверное, последняя На сегодня обзорная точка На Гавайях Кидаем последний взгляд Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот остановились мы Перепаковаться Перед аэропортом И как обычно Лучший друг путешественника Это магазин SafeAway В этом SafeAway Все, что хочешь есть Есть купить, поесть Есть туалеты Питьевая вода Парковка, чтобы перепаковаться нам Но перед тем, как сдавать машину Давайте пару слов про нее Дело в том, что это самая маленькая машина Которую можно взять тут в прокат Американцы, при выезжая на Гавайи Берут две машины Либо это Jeep Либо это Ford Mustang Jeep Для того, чтобы покайфовать Сидя высоко Ну а Mustang Для того, чтобы был открытый верх Сейчас нету на парковке Тут нету На парковке не будет В основном возле гостиниц Стоят только либо Jeep Либо Mustang Наши люди в булочную На Mustang не ездят Поэтому мы заказали Самую маленькую машину И я думаю С трудом Avis ее нашел нам Nissan, как я ее назову Juke Juke Хороший набор Все есть Кнопковый старт Иммобилайзер в кармане Что очень удобно В смысле того, что Постоянно выходишь Что-то посмотреть И не нужно доставать ключ Не нужно искать Брать с собой Всегда лежит в кармане Только зашел Кнопку нажал Завелся Кнопку нажал Выключил Очень удобно Есть USB В котором можно заряжать телефоны И играть музыку с USB Что тоже очень важно Есть климат-контроль В таком режиме Или можно драйв-контроль Можно задать Спортивный, экономичный И нормальный вид езды А дело в том Что машина небольшая И двигатель не супер мощный Поэтому Лучше включать Спортивный вид езды Когда поднимаешься в гору Вот он показывает Что мы наездили 424 мили Но включил я не с самого начала Что для такого острова Довольно много Получается, что это где-то Наверное 500-600 километров Даже есть люк Но люк я не люблю Потому что обычно Кемечка греет Ну давайте посмотрим Что находится внешне Вот так машинка выглядит Путешественнику нужен багажник Вместительный Вместительным его не назовешь Но сюда входят Два наших рюкзака И может быть Коробка еды Сюда может поместиться В принципе и все Задние сидения Практически никакие Я не знаю Дети сюда могут поместиться Или нет Но я попробую поместиться Ну Сидеть можно Но Даже меньше места Чем в самолете Ну подвести попутчика Или попутчицу Можно Коробка естественно Автомат Я вообще не знаю Американцы умеют ездить На ручной или нет Поскольку у машины Очень короткая база То дверь сделана Задняя вот такая Маленькая И ручки видите Куда прилепили Спереди машина Смотрится Довольно необычно Ну давайте Заглянем под капот Похоже Что ее вообще Никогда не мыли Ориентованная машина На то ориентованная Клиент Никогда не должен Заглядывать под капот Двигатель обычный Современный Ну ничего такого Из дополнительных опций Есть очень нужная На Гавайях Опция Обыгрев сидений Вот такая машинка Довольно юркая Есть круиз контроль У нее Есть возможность Переключать песни Подключение телефона Ну стандартные опции Надо ехать в аэропорт Сдавать У нас еще есть полчаса Надо пойти В сейфуэй Что-нибудь перекусить И лететь дальше Начинается новый этап Следующий Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok